Каким образом вообще вы решили, что нужен такой фестиваль, такой конкурс именно для рок-групп, которые называют сейчас гаражный рок, то есть рок, который родился в гараже? Знаете, эта идея пришла нашим товарищам, которые сами уже в жизни состоялись. Которые сами постоянно качуя по реп-базам, репетируют, очень много вкладывают в свое творчество. Они сказали, что много таких групп, и очень жаль, что у них нет выхода к широкой публике. У нас вроде бы большое внимание уделяется спорту, развитию спортивного, а вот с творчеством гораздо все обстоит скромнее. И хотелось бы просто вот этих людей, которые уже достигли определенной в жизни высот, в своих профессиях, но очень любят музыку, по-настоящему любят, потому что не ради денег, так сказать, и занимаются, одержимые этой музыкой, чтобы у них тоже была какая-то своя, ну, так сказать, сообщество такое, которое бы увлекало не только музыкантов, как я говорю, болельщиков, да? И на самом деле музыка – это единственный вид искусства, которому не нужен ни переводник, какие-то особые дополнительные средства, которые могут моментально в душу человека проникать и менять душевный мир человека. Все искусства стремятся быть похожими на музыку. Как говорится, у нас сейчас в стране очень много тиктокеров, но не может уже быть много рокеров, потому что все-таки это немножко другая история, связанная со смыслом, с музыкой, с поэтикой. Но оказалось, как выяснилось, да, по условиям этого конкурса, все-таки очень большое количество участников заявилось, и действительно среди них очень много настоящих, интересных. Вот с чем это связано, как думаете? Может быть, появится новый тип не просто рокеров и не тиктокеров, а тикрокеров? Вы знаете, дело в том, что было бы гораздо больше участников, если бы не так быстро все это делалось. Это буквально было молниеносно. Это только те участники, которые успели заинвестироваться. Потому что волна долгая у нас, мы русский долг запрягаем, быстро едем, да? Но вот как бы это еще пока запрягается эта идея, я думаю, на следующий год будет все гораздо активнее и гораздо интереснее. В каких стилях и направлениях ребята работают? То, что они показывают, это большей степени живая музыка. Там, конечно, нет ни хип-хопа, ни рэп. Хотя были элементы, но это не было интересно. Радуются, что это именно музыка. Да, это по большей степени это рок-музыка. Просто она в разных концепциях. Одни играют мягкую музыку. Где-то рок-обили, где-то джаз-рок, где-то там панк-рок. Но это все равно всего злого. Потому что это самый творческий стиль. И самый такой, как я говорю, реагажный. То есть то, что душу питает и выворачивает наизнанку. То есть, что называется, задействует все твои возможности, силы и мечты. А был кто-то, какой-то коллектив, который слушал аж прямо мурашки? Что-то из тех, кто заявился в этот конкурс с участием, был кто-то такой? Они все-таки это непрофессионалы, которые стремятся к этому. Если брать, так сказать, по графе непрофессионалов, то все, кто здесь присутствует, они все получили десятки. И у каждого были какие-то такие элементы, где чувствовалось, что нужна какая-то небольшая помощь продюсерская с точки зрения, так сказать. И где-то текстов, где-то музыки, где-то аранжировки, где-то, может быть, звука. Но то, что здесь присутствует сегодня, это уже довольно интересно. Не могу сказать, что это ВАП, ВАП, это мы пинг-флот слушали, да, это было ВАП. Нам тяжело на сегодняшний день... Вас удивить очень тяжело. Да, 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 очень-очень тяжело удивить. Но мы не смотрим это с точки зрения... Мурашек. Мурашек с точки зрения просто слушателей. Мы смотрим уже с точки зрения хирурга или, допустим, микробиолога какого-то, которому нужно понять. Я думал, с точки зрения Сашки Кудрик. Да, 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 вот, да. И, да, поэтому мы бы больше смотрели как продюсеры, так сказать, на это. Ну, а вы будете какую-то помощь в дальнейшем оказывать тем, кто вошел в сцену? Конечно. И тем, которые, ну, скажем так, понравились, и я знаю, что их тоже гораздо больше, чем 10, да? Но, тем не менее, условия конкурсов. По опыту, если вы же сами знаете, даже истории там советских конкурсов, там, конкурсов международных, те, которые проводились в прошлые времена, как правило, выхлоп это один-два человека с каждого конкурса. Поэтому, если даже с конкурса будет один-два человека, одна-две группы, это очень важное достижение. От них очень многое зависит. От сами. Человеческий фактор всегда остается главным. Поэтому, вот они достигли сейчас вот этого, кто-то захочет прыгнуть выше, а откуда скажет, ну, прекрасно, я уже всего достиг. Мне здесь хорошо. Мне здесь хорошо, тепло и седло. И это тоже классно. Вам удалось собрать совершенно потрясающий состав жюри. Действительно, людей, чем мнение не поддается никаким сомнениям и так далее, да? Вот как они отреагировали на вашу идею этого конкурса, и как они соглашались, общались на это? Ольге тяжело отказать. Ольге тяжело отказать. И она звонит, и... Ну, я знаю. Я не хочу открывать свои секреты. Нет, просто люди очень хорошие. И не отказали, потому что они очень хорошие люди. Я знала, кому звонить. Ну, то есть, действительно, получается, что у этого конкурса есть большие перспективы. И расскажите, как на следующий год, что планируется. И уже я вижу, что мы вообще, и вы загорелись, и участники загорелись. Какие будут у вас, там, следующие шаги, да? Ну, перспективы большие есть у любого хорошего дела. Главное, чтобы, как это называется, черных лебедей не прилетело. Как вот было с пандемией, у нас тоже были большие планы и большие перспективы. В юбилейный год. Он прилетел черный лебедь, и все. И не только у нас. Поэтому мы никогда не загадываем. Нас эта ситуация научила не загадывать. Мы живем сегодняшним днем, он нам нравится. Тогда расскажите вот про эту платформу, про комьюнити, да? Которая бы... Ну, это все очень просто. Это канал ТОТО, который мы создали вместе с нашими друзьями. Именно для таких вот историй, для каких-то групп исполнителей, которые интересные, но у них нет большой аудитории, да, чтобы прилечь в одиночку, как бы, к себе внимание. Но когда много будет контента, разные группы с разным материалом. Мне кажется, многие люди скучают почему-то новому. Не всем уже нравится методика федеральных каналов использовать даже людей с хорошим своими акватуаром в качестве камер-располнителей старых хитов, понимаете? Многие люди хотят что-то новое для себя услышать. Поэтому мы очень надеемся, что такие люди нас найдут на YouTube. Где этот канал Живот и как он? ТОТО. И как туда попасть? ТОТО, товарищество талантливых людей. ЧТО просто зарегистрироваться в YouTube. Это YouTube канал. Я имею в виду, что любой может там разместить свое творчество. Нет, мы будем сейчас пропагандировать, прежде всего, наших ребят, наших победителей. А потом дальше пойдут ребята уже с нашей школы для молодежи, школы современной музыки. Там тоже будет конкурс, там тоже будут победители. ТОТО. Еще больше раз в рост, да. Очень многие, кстати, хвалили то, что Ваша инициатива поддержать тех музыкантов, ну и даже непрофессиональных, которые 35 плюс с возрастом. Потому что действительно для этих людей нет никакого стартапа уже, да? То есть очень многие просто никуда не попадают даже для того, чтобы отказать свое творчество. Вы каким-то образом специально такую идею пришли к ней? Потому что, понимаете, дело в том, что именно в этом возрасте человеку уже есть что сказать, он уже сформировался, и он уже, как это говорит, если бы старость хотела, если бы юность могла. Это как раз тот возраст, когда и хотят, и могут. И на самом деле могут быть совершенно непредсказуемые последствия всего этого. Так вот, если на широкую аудиторию, может быть, этот пример заразит и других художников, например, литераторов. Хотя я знаю, что проводятся конкурсы, наверное, и изобразительного искусства, и литературные конкурсы, но, может быть, как-то мы создадим некий, как-то будем коллаборировать между собой. Коллаборация осмысленного искусства. Да, 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 совершенно. Вот прекрасное, кстати, название, уже концепция. Коллаборация осмысленного искусства. То есть люди, которые, да, осмысленно занимаются. Есть же люди, которые рисуют для себя, есть люди, которые пишут тихи для себя. И можно сделать очень интересный, действительно, соединять разных людей из разных видов искусства и создавать какие-то визуальные произведения, уже музыкально-визуальные произведения, которые найдут свое место на этом канале Тотлой и будут отвечать, наверное, отчаянием и запросу многих людей, которые устали уже от одного и того же.